Привет, с вами Борис Орден. Появился очередной зарубежный трейлер Пятых Пиратов. Большую часть показанного уже демонстрировали в предыдущих роликах, а так как я их разбирал, то в данном видео упомяну только новые моменты. Впервые показали, как выглядит местный Магаффин, могущественный трезубец Посейдона, являющийся последней надеждой для Джека избавиться от преследования опасным призраком Салазаром, которого он в свое время успешно обвел вокруг пальца. Судя по внешнему виду, бог морей с трудом понимает, как должно выглядеть подобное оружие, ибо оно похоже на какую-то ветку, лишь отдаленно напоминающую трезубец. Впрочем, не нам простым смертным осуждать мастерство производства таинственных артефактов у представителей древнегреческого пантеона. Быть может, это и была ветка, в которую Посейдон вложил огромную силу. Находится трезубец прямо в морской пучине, которую магическим способом придется развернуть и спуститься с черной жемчужины вниз на длинные цепи. Летучего голландца рядом не видно, но с учетом того, что его капитан имеет власть над морями, не удивлюсь, если именно Уилл Тернер создал подобную брешь. А астроном Карина Смит помогла артефакт отыскать. Видимо, одного компаса было мало. Кстати, небольшой факт, который я только недавно узнал. Термин «компас» произносится так на суше, а моряки на своем сленге говорят именно «компас». Потому и в кино так странно звучит. А в данном кадре завален корабль принимает вертикальное положение. Сначала я подумал, что это трюк из третьего фильма, когда он переворачивался и оказывался в другом месте, так сказать, на краю света. Но идущий следом за ним кадр нас обманывает. Он происходит в другое время, а в первом жемчужина пуста. Но почему? Может, это тот самый момент, когда ее смогли вытащить из бутылки? Его обязательно должны показать в этом фильме. Ибо после четвертой части Джек не нашел такого способа. А из обитателей уменьшенного корабля была только проклятая обезьяна. Потому и так пусто. Сцена с шуточным вызволением воробья от казни приятно напомнила происходящее на острове людоедов, где привязанный к палке Джек чудом выпутывается из-за ворушки. Да, удача ему всегда благоволит. Жаль, только с верной команды какая-то беда. Ну и наконец, нам показали Элизабет Суон. И это немного странно, ведь заявлялось, что ее появление должно произойти в конце фильма. Типа как Барбоса в сундуке мертвеца. Это должно было стать мостом к шестой части франшизы, где ее роль уже расширят. А коль девушку показали в трейлере, то можно предположить, что она для мертвецов имеет большее значение. Пусть и появится все равно ненадолго. Видимо, ее покажут вместе с Уиллом, которому можно оказываться на суше только раз в 10 лет. И маленькое замечание, она бы могла видеться с ним гораздо чаще, просто не на суше, а на его уютном кораблике. Напишите в комментариях, может вы чего-нибудь заметили. Поставьте лайк, сделайте репост друзьям и подпишитесь на канал Объект, дабы заценить кучу других интересных роликов. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok